Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы опять бузим. Мы опять бузим. Обычно было злобный хитец, а сегодня злобный я. Почему это? Ну я так, я на самом деле по жизни очень злобный, мерзкий, отвратительный. Но это незаметно, я скрываюсь очень талантно. То есть вот это сердечное признание, насколько оно потом тебе поможет. Через много лет, когда наконец наступит, у каждого же наступит. Кто наступит наконец? Тебе наконец наступит обязательно. Я возвращаюсь к теме нашей встречи. Во-первых, потому что есть на что наступить, а во-вторых, есть за что. Ну он лучше знает, он портовок. Так вот я хочу сказать, что тебе это очень сильно поможет. Ну да, ну да. Итак? Итак, на самом деле я буду сегодня ругаться. И половина Фейсбука, и друзей всевозможных хейкаться и так далее потом на меня обидятся. Потому что я буду, ну так вот не знаю, как правильно это обозначить, я хочу так вот рабочее название такое придумать, за что я не люблю российскую интеллигенцию. Ты бы лучше цитату Ленинскую сразу привел. Ну-ка расскажи. Ну как, ты же знаешь, как он назвал российскую интеллигенцию? Он как, он сказал говно. Да, да, да. Ну он сказал, что русская интеллигенция это говно. Нации, да. Поэтому что? Ну не знаю. А у Ильича он ведь? Ну он мудрый был, конечно, товарищ Бланк, но я с ним не согласен. Бланки товарищами не бывают. Еще как бывают. Не согласен? Не, не согласен. Но при этом ты не согласен, ты же ее не любишь. Не люблю и говном называть это не одно и то же. Причем мы с Лениным... Людей, скажем так, определенной категории на интеллигентах и образованных. Сказал, что интеллигент... Солженицы. Нифига, это было много раньше его. Образованщины его термин. Образованщины его слова. Просто была такая цитата, я же не могу припомнить, это было значительно раньше, что и настоящим интеллигентом может быть человек арцахи, а человек, имеющий два высших образования, может быть закончен храмом. Но тогда это было не Солженицын. Это не Солженицын было намного раньше. Но это хорошее. Это еще 18-19 века. Мне нравится это определение. Вот я как раз, вот я еще что-то и сказал про интеллигенцию. Сейчас в данный момент. Просто у нас есть... Так я не понял, ты не любишь интеллигенцию, что ли? Я не люблю то, что... Или ты не любишь квази-интеллигенцию? Я не люблю... Нет, она не квази, это, скажем так, у нас с некоторых пор, это еще с советских времен, пошло просто четкое определение, что такое интеллигенция. Это не понятие какого-то определенного культурного, там, не знаю, там, морального или еще какого-то облика. Это скорее профессиональная принадлежность, я бы так сказал. Не, но это ошибка. Я знаю, что это ошибка. Вот именно про это я и говорю. Профессиональная принадлежность. Я сейчас расскажу. Это ошибка, пожалуйста. Да. То есть это просто люди, скажем так, занимающиеся определенным трудом. Умственным. Ну, можно сказать, не обязательно умственным, но определенным трудом. И точка. Да, да. Так это что-то неправильно. Я знаю, что это неправильно. Это не интеллигенция. Я не могу рассказать, за что я конкретно не люблю, особенно интеллигенцию последних лет. Я могу, конечно, долго перечислить. Так и называй это интеллигенцией. Стоп. Они себя так называют. Поэтому я называю так, и я не могу по-другому назвать, потому что не знаю как. Скажи образованцы. А я не знаю, кто из них образованцы. Ну если взяли с умственным трудом, значит, образование, ну что-то заканчивал, какой-то институт. Не всегда, честно говоря, насколько я знаю. Ну погоди, дай два слова, сколько-то тарахтить уже. Потому что я не интеллигенция. Нет, конечно. Абсолютно никакая интеллигенция. А я тоже нет. Я откровенный хам. И никакой не интеллигент. И, соответственно, как бы я... Из чего это все взялось? Недавно мы просто с одним хорошим человеком, кстати, поклонником твоего творчества. У меня есть поклонники? Да, их дофига, что-то 700 человек. Нет, я думаю, что их больше. Только в Фейсбуке именно 700 человек. А так миллионы, буквально там миллиарка. Это вместе надо остановить. Андрюш, не отвлекайся. Да, да, да. Мы с одним из них недавно общались. В частности, о том, насколько у нас интеллигентные люди очень любят восхищаться, предположим, Пастернаком. Но ни за что собака его книг не купит. Ну ладно, Пастернак уже как бы помнил. Конечно, у него есть родственники и так далее. Но, предположим, у нас очень могут любить хефиться. И в жизни не дадут денег за его диски. Зачем скачать все можно? Да, лучше саппорт в сети. Конечно. И так далее, и тому подобное. Меня, честно говоря, это угнетает. Потому что я не вижу никакого оправдания, потому что многие говорят, что мы там мало зарабатываем, что у нас нет денег, мы несчастные интеллигенты, мы там несчастные актеры, мы несчастные еще кто-то. Мы получаем 100 рублей. И поэтому не можем заплатить 100 рублей за тот же самый диск. Нет, есть волшебная кнопка донейшн. Андрюша, ты можешь дать это твое определение интеллигенции? Кто такой интеллигент по-твоему? Нет, я не знаю, лучше бы ты мне объяснил. Потому что я уже запутался окончательно. Хорошо, ты можешь дать это определение интеллигенции? Да, я могу дать это определение интеллигенции. Хотя это очень сложное понятие, действительно сложное. Для меня гигантско сложное. И я периодически возвращаюсь к этой теме, думая об этом, и пытаюсь сформулировать по возможности кратко, действительно, дать для себя самого определение. И лично я этого сделать не смог. Но на днях я услышал определение этого, по-моему, из уст Марка Захарова, который в свою очередь цитировал Лихачева. И Лихачев сказал следующее. Очень кратко и довольно точно. Может быть, не абсолютно точно, но ближе, чем другие. Он сказал, что интеллигенция – это слой людей, отличающийся духовной порядочностью. Понятно при этом, что это люди преимущественные, но не только умственного труда, то есть все эти классические определения. Ну, как говорим про крестьянина, да? Ну да, если заглянуть в Большую советскую энциклопедию, там есть гигантское по объему определение интеллигенции. Это не определение, это описание. Ну, описание. А вот это определение, это что-то, что-то сказать. Вот, потому что для меня, лично для меня, вот то, что принято говорить, ну, это, знаете, есть выражение? Настоящий интеллигент. Вот, когда я это слышу из уст человека, которого я считаю интеллигентом, мне понятно, что он имеет в виду. Настоящий интеллигент может ни одного высшего образования не иметь. Вот я про что говорю, это очень важно. Да, даже не уметь читать и писать. Да, это однозначно. Значит, получается, что настоящий интеллигент, по крайней мере, лично для меня, это человек думающий, вообще думающий, о разном думающий, часто включающий голову. Человек, обладающий определенными моральными устоями и свято их чтившим. Что очень важно. Вот это есть духовная свобода, порядочность, духовная свобода, духовная порядочность. Вот эти вот самые, может быть, важные определения. Вот этот человек, обладающий набором вот этих вот качеств, лично для меня, интеллигент. Ну, ты как-то расширил определение, не хочу. Он ничего про голову не говорил. Про голову нет. Голова это от меня. Да. Да. Ну, ты знаешь, как бы от меня-то, почему это все, что называется... Потому что ты, о ком ты говоришь, по большому счету не являются. Да, я согласен. Вот, просто суть, откуда весь этот посыл-то и родился, что я очень много, по сути своей, как бы работаю с авторами. Это и поэты, это и писатели, и кинорежиссеры, причем старые добрые советские актеры-режиссеры, которые сейчас вот так вот маленько отодвинуты от дохода со своих трудов, с которых другие люди деньги получают. Я вот так меркотельно сейчас говорю про деньги, просто на самом деле был не один даже много диспутов в интернете, в которых просто говорили, что да эти писатели, они вообще должны быть рады, что у них книги скачивают. Эти музыканты, они должны быть вообще счастливы. При этом, как бы, эти же люди, буквально в других ветках, в других форумах, будут долго упорны в свое творчество этих писателей, этих поэтов, этих музыкантов. Говорят, вот в этой песне он вот так вот сделал, а в этом рассказе он вот так вот написал. И, соответственно, мне вот это раздвоение личности людей, они же себя считают интеллигентами, да, то есть культурными, одаренными людьми, то есть там, не знаю, там, каким-то, не знаю, там, очень высоко разгорающимся в культуре, там, в живописи, в чем угодно, но как-то вот считают, что поэты не какают, не пукают и не пьют чай, и им не нужны деньги, и просто должны писать по велению души и так далее. Вот основной посыл, вот это, знаю, моя, скажем, накопившаяся злоба. То есть ты ненавидишь интеллигенцию за то, что она не платит деньги творцам? Не в этом дело, за то, что считают абсолютно нормальным, считают, что вот этот интеллигент должен получать зарплату, а писатель не должен, но при этом можно защищаться его творчеством. Ну, то есть, переводя на человеческий язык, у Андрея есть определенные моральные, довольно серьезные моральные претензии к определенным людям, которые называют себя интеллигенцией, считают себя, называют себя. Или духовно, там, не знаю, какими-то там приподнятыми. Ну, то есть, претендующими на то. Ну, Саша, собственно, все объяснил, это терминологическая путаница абсолютно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот так вся жизнь прошла мимо меня. Я сам забыл тему. Вся жизнь моя прошла мимо меня. Что-то мне подсказывает, что не вся. Не знаю, что. Только мне значительную часть. Хорошо. Может, она вернется? Значит, я... Да. Юра, скажи что-нибудь за нашу тему. Да. Я, собственно говоря, совершенно обезоружен, потому что Саша лишил меня всего, что у меня было. Накоплено. Да. Пока он сказал определение Лихачева, мне еще было что сказать. Но после того, как он подключился к разговору со своим определением, я уже просто могу выглядеть как тафтолог. Туфтолог? Да, тафтолог. И все же. Да, повтори. Я могу сказать просто, что я сам для себя давным-давно решил, очень давно, что интеллигент – это человек, представляющий собою сопряжение высокого творческого потенциала с высоким потенциалом нравственным. Это, кстати, неплохо. Вот я сам давным-давно для себя это решил. То есть это творец, да, безусловный творец. И это человек, как я уже сказал, имеющий систему нравственных табу, переступить через которые он не может никогда, ни под каким видом. В силу этого сразу возникает вопрос. Ой, знаете, что я сказал, когда вы сейчас прошли? Я сказал, что вся жизнь прошла. Что возникает вопрос? К вам? Нет. Ник, что вы? Нет. Я просто любуюсь, пока вы стоите здесь. Я просто любуюсь. А что вы делаете? Мы в вечность вносим свой вклад. Мы пишем подкасты, которые называются «Арбатские посидельцы». Вы можете на них зайти и, так сказать, да. Какие посидельцы? Арбатские. Где это можно увидеть, Андрюш? В интернете. В интернете. Вот напишите «Арбатские посидельцы» или вы нас увидите. Спасибо, что вы есть. И пить. Да. Так вот, сразу возникает вопрос. Интеллигент ли я? Разумеется, нет. Почему? Ну, что я неинтеллигент, только это Саша. Мне этого я не знаю. Это Саша решает. Я почему неинтеллигент? Почему? Потому что... Да, да, прости. Минуточку. Когда вы будете драться сейчас, не заденьте меня. Значит, почему я неинтеллигент? У меня очень высокий творческий потенциал. Я работаю как лось с 14 лет. Лошадь. Сахаты. Ну, лошадь. Сахаты. Очень много работаю. Но в нравственном смысле я совершенный урод. Как и я. То есть я позволяю себе вещи чудовищные абсолютно. Вот. Понятно. Возникает вопрос. А кто, собственно, интеллигент? Вот я спрашиваю сам себя. Вот видел ли я в своей жизни хотя бы одного человека, которого могу назвать интеллигентом? Я думаю, что в Москве человек шесть. Я не знаю этого. Примерно. Я могу сказать, что интеллигентным человеком является моя жена. То есть понятно, о чем идет речь. Да. Ты ярко представляешь себе образ конкретного интеллигентного человека. Вот я хотел бы к концу своих дней стать таким, как моя жена. Тебе не суждено. Я знаю. Значит, по телевизору несколько раз я видел людей, которых, как мне казалось бы, я мог бы назвать интеллигентными людьми. Это Академик Лихачев, скажем. Вот. Это Александр Исаевич Солженицын. Как я надеюсь, как мне представляется. Ну, то есть есть что-то в облике неких людей, которые, что заставляет меня надеяться... Ну, может, это светлый образ просто. Возможно. Я не буду... Ну, а он тоже, как мне кажется. Что, конечно, моей жене я совершенно убежден. Я просто вижу каждый день... Ну, ты ее лучше знаешь. Да, он знает. Я просто вижу каждый день, каких жесточайших нравственных правил она придерживается. И... Это очень важно. Я скажу, что радостно придерживается. Вот мне больше маленькую втыночку, секундочку, буквально. Потому что вот я сейчас сказал вот ту волшебную вещь, которая для меня, вот я считаю, очень действительно определяющая. Человек сам придерживается. Да, да. Никто так. Никто не заставляет. Не канавит никакие... Нет, не малый по-дистоль. Даже не канавит никакие оправдания, что я не могу этого сделать потому что... Нет. Вот. Я не могу этого не делать. Нет, нет. Б Unbelievable. Человек это сам в себя лежит. Только сам. Сам. Это потрясающе. Вот я смотрю на нее. В конце концов, я могу себе представить человека, который мучительно заставляет себя не хамить, не прелюбодействовать, не воровать, не что там еще, не завидовать, не возжелать. Могу себе представить, да. Но чтобы человеку это было свойственно в качестве дыхания, Ну, это похоже вообще на дар Да, это дар Кстати, обратите внимание Это дар Что интеллигент по определению Не может сказать про себя Что он интеллигент Это в принципе действительно не может решать Да, это решает только человек со стороны Я считаю, что вообще определенные такие оценочные вещи Про себя, но можно еще с профессиональной точки зрения Насколько он хороший врач Насколько он хороший водитель, грубо говоря Но насколько он интеллигентный или нет человек Ну, ради бога, что То есть я могу сказать, что Вот сейчас вот как-то Проникая внутренним взором В мою семью, в мою родню Я могу сказать, откуда это у моей жены Например Вот ты совершенно правильно сказал Это дар То есть вот ее мама, ее бабушка Вот они готовили почву для нее В этом смысле Сами не являясь Вот то, что я видел А я в их семье с 92 года Я видел совершенно безупречное поведение Это было бы крайне странно Я видел совершенно безупречное поведение моей тещи Ее матери, пока она была жива Я видел совершенно безупречное поведение отца моей жены Пока он был жив Это были вот люди, которые творили Каждый на своем рабочем месте Творчески подходили к своей задаче Не чиновно Не ходили на работу Интеллектуально Интеллектуально, радостно, совестливо Ты понимаешь, какая штука Не просто интеллектуально Я вот, наверное, могу тебе сказать Что я в своей жизни очень много лет Работал на работах, которые я ненавидел И тогда творчество было для меня Совершенно исключено Понимаешь Я тогда добирал тем, что я писал стихи Возвращаясь к основе Оскорблением, я считаю, для меня отлично Является употребление самого этого слова Не по назначению, грубо говоря Потому что, как ты сказал Ты вот назвал единицу человека Когда ты можешь найти легендами У меня Ой, может я тебя перебью Потому что я тебе просто скажу Вот я уже говорил сегодня об этом У нас вообще происходит Об этом написал Мамардашвили прекрасно У нас вообще происходит страшная вещь Мы произносим слова Абсолютно не отдавая себе отчетов Содержания Понимаешь Мы называем поэтом Мы называем поэтом версификатора Мы называем композитором лабуха Мы называем певцом человека Который не умеет интонировать Понимаете То есть мы вообще Нам сказать Секундочку Мне вспомнился Стан Саныч Иванов Он говорил про поэт Я их всеми поэтами читаю И я сам поэтам не являюсь Они стихотворцы Поэтом был Пушкин А они стихотворцы То есть То, что Человеку совершенно ничего не стоит сказать Я интеллигент При этом он полагает Что он носит шляпу Чистит по утрам зубы И тут же становится ясно окружающим Что как раз он не интеллигент Нет Так если бы Как раз он не становится ясно Ну если рядом интеллигент Ну где ты его видел Это очень Я на свою жизнь видел Исключая тех кто по телевизору Я про них не знаю Я встречал наверное человека три Вот Причем они все не живут в Москве Один боюсь что вообще уже не живут Моему великому стаду Он с ним не общался Ему уже очень много лет Нет Два человека Они уже обоим очень много лет Один я тебе по-моему рассказывал Он был преподавателем в одном из вузов Преподавателем литературы Он себя называл преподавателем русской словесности Он не хотел говорить литературы Это был величайший интеллигент Просто от него столько в свою жизнь узнал Он просто действительно Вот именно как ты называешь Он именно так дышал А не так вот себя заставлял жить Именно определенным образом мышления Вот это вот Естественность поведения Я могу сказать что Например мои родители Яркий пример для меня Ну вот И есть так как я ее понимаю То есть их много Ну много Немного Для меня просто К счету все это нерезло Потому что да Я сказал Фи там он начал говорить про деньги Ну может быть это и Фи Но для меня считаю Просто недопустим Такую вещь Вот если ты Гробно говоря Восхищаешься каким-то Не знаю там музыкантом Предположим Гребенчиковым Гробно говоря Ну почему же ты его обкрадываешь Андрюш Можно я Я знаю что ты меня часто Сказать Значит Я уже ненавижу Заранее Давай Смотри Это плохо Пиратство это очень плохо Но я Ну хорошо В определенном отношении Но я считаю Что дело здесь В основном в том Что мы живем В такую эпоху Когда взаимоотношения Финансовые Материальные Между творцом И обществом Должны быть пересмотрены Да ради бога Мы же не говорим Что это Думаю Пожай Как именно Я не знаю как Но я знаю Что так дальше продолжаться А я знаю Тебя никто не заставляет Купить это Ты можешь заплатить Сколько сейчас нужно Да не будет никто в России Это вот именно Я об этом говорю Ты спрашиваешь механично Вот тебя Это не механизм А что это Почему Опять заставлять Нет Конечно заставлять А разговор интеллигенции Кончился тогда Нет Но мы сейчас Нет Интеллигенция Это перегной Это тончайший слой Вот извините Она не знаю Она не захочет Она не захочет Пастернаком Тогда Подожди Интеллигенция Как ты говорил сам Ребят Одна из ее составных Да Невозможность совершать Так интеллигент Заблатит Но их вот Столечко Их вот Это перегной Это один процент Если вы хотите Чтобы в регулярном порядке Музыкантам Поэтам Писателям Поступали доходы От их продукции В интернете Это другая тема Это другая тема Ты начнешь говорить На совершенно На совершенно Другую тему Это совсем другая тема Меня Быдло О котором ты говоришь Не волнует никак Оно все равно Будет по другому Это делать Что касается Интеллигентного человека То он безусловно Заплатит этот рубль Просто потому Что не может Не заплатить Я не заплачу легко Потому что Я не интеллигент И вот и все Вот и все Вот и все Интеллигент Это то что ты себе позволяешь Да То что ты себе разрешаешь О я вспомнил Вот Я вспомнил Мне кажется Это Эрик Мария Ремарк Я вспомнил Ребята Какая прелесть Человек может Не знать Что можно Но он должен Четко знать Чего нельзя Вот Понимаете Вот Вот интеллигент Это на самом деле Еще раз хочу сказать Это человек Который совершенно Четко Железно Вот смертно знает Чего нельзя Чего нельзя Ну и вот Знаешь Основных таких Я не знаю Я легко могу Скачать фильм Не заплатив Никаких Нет я думаю Ты знаешь Просто ты разрешаешь Себе это делать Ну значит Нет Это еще хуже Это тогда Да Это тогда Потому что знание Того что я совершаю Преступление И продолжение Это уже рецидивист Это вообще хуйка Но при этом Ты не совершаешь убийство Ты просто немножечко Крадешь Ну это ужасно Да Юра Это ужасно Об этом и говорит Честный Андрей Да Да это ужасно Понимаешь Я ведь не кричу О том что как раз Причем Очень многие истерят О том что надо В интернете Там грубо Все торренты закрыть Я как раз сторонник обратного Я очень много Говорю именно Об обратной системе Надо закрывать Наоборот Надо открывать Новые и новые Просто надо разработать Жесточайший социальный Опять он говорит На другую тему Все Опять он говорит На другую тему Меня волнуло Это еще одно Что совершенно Конкретные люди Я по ним уже сказал То есть можно Бог с ними совсем По пятому даже Давайте выпьем за интеллигенцию Интеллигент может выпить Кстати Да Ну прекрасно Интеллигентные люди Я думаю что сегодня был Непростой Но очень важный эфир Мы попытались Сформулировать То что Очень трудно Сформулировать Мы сформулировали Привели примеры И высказали Свои отношения К этому Будьте здоровы За интеллигенцию За интеллигенцию Чем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok